Программа «Дня города» будет насыщена спортивными событиями. Это связано с тем, что в 2019 году владимирские спортсмены добились большого успеха во всероссийских и международных чемпионатах. Поэтому городская администрация запланировала в праздничной программе активный отдых. Во Владимире на протяжении нескольких дней будут действовать различные спортплощадки. Например, 31 августа в 12.00 на нижней парковке у северных торговых рядов в течение всего дня будет проходить межрегиональные соревнования по настольному теннису. В них сможет принять участие любой желающий. Также там можно будет поучаствовать в мастер-классе о двукратной чемпионке России Светланы Крекиной. А параллельно в часть дня на театральной площади пройдет велофестиваль «Покрути», в котором будут организованы различные велозаезды. Но это лишь малая часть. В школе профессионального брейк-данса «Доминант» будет показательное выступление с 3 часов и до 7 вечера. Так как вы, наверное, все слышали, что сейчас включили в олимпийский вид спорта брейк-данс. Поэтому мы сейчас активно обсуждаем, разговариваем с федерациями и развиваем этот спорт. Поэтому это не только у «Золотых ворот» будет, но и будет еще на бульваре имени Пушкина. А 1 сентября спортивный день города продолжится на стадионе «Лыбедь» празднованием 60-летия футбольного клуба «Торпеда Владимир». В рамках программы в 11 часов состоится встреча по мини-футболу между командами администрации города Владимира и администрации Владимирской области. В полдень пройдет мастер-класс по футболу с участием основного состава черно-белых и воспитанников Владимирской спортивной школы Олимпийского резерва. А в 13.00 на стадионе «Лыбедь» начнется товарищеский матч с участием ветеранов «ФК «Торпеда». Мы их делим на две команды, будут белые и черные, формы у нас ретро, именно в те годы, когда создавался футбольный клуб «Торпеда». Приглашаем гостей, приглашаем руководство Российского футбольного союза для участия в этом празднике, тренеров, которые работали и, слава богу, пока еще живы в команде. Приглашаем спонсоров, которые помогали на протяжении вот этих вот всех годов. Завершится футбольный праздник в 14.30 церемоний награждения победителей и участников юбилейных игр. Вход на стадион «Лыбедь», как и на все праздничные площадки Дня города, свободный. Татьяна Михайлова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова